Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мария Зерченинова. Я театровед, театральный критик и занимаюсь историей французского театра. Сегодня я хочу рассказать вам об одной интересной пьесе. Ее автор Жоэль Помра, современный французский драматург. Пьеса называется «Дело пойдет» или «Конец Людовика». Или по-французски «Са ира, финн де Луи». Эта пьеса написана в 2015 году и на русский язык не переведена. Хотя вообще у нас хорошо знают этого драматурга. И во многих театрах идут его спектакли, и многие его пьесы переведены. Помра не просто драматург, он еще и режиссер. Он художественный руководитель компании, которую сам же и создал 30 лет назад, в 1990 году. Компания его называется «Компании Луи Бруяр». «Дело пойдет» с «Са ира». Это историческая пьеса. Она посвящена первым месяцам французской революции. Помра два года работал с архивами, с документами времен французской революции. Он раз консультировался с историками. И у этой пьесы есть очень четкая событийная канва, хронологическая канва. Действие начинается 27 февраля 1787 года в Версале. В этот день премьер-министр Колонн представил королю и натаблем, то есть избранным, приглашенным королем, представителем двух сословий – аристократии и духовенства. Министр представил им доклад о бедственном положении дел во Франции. И было решено, чтобы избежать полного банкротства Франции, в тот день было решено обложить налогами не только третье сословие, которое до сих пор платило налоги, на которое во Франции до сих пор падал весь налоговый гнет, но и два высших сословия. Вот это значит отправная точка пьесы и финальная точка пьесы – это уже 2 ноября 1789 года, то есть почти три года спустя, снова Версаль. И теперь мы видим короля, который под нажимом национального собрания нового демократического органа, законодательного демократического органа, созданного и окрепшего за это время во Франции, король вынужден подписать указ о национализации церковного имущества. Вот между этими двумя точками проходит все действие пьесы, ситуация кардинально меняется за это время, от первой попытки ввести либеральную реформу, исходящую от короля сверху, до невиданной прежде реформы католической церкви, принятой уже королем под давлением. В пьесе также есть все основные ключевые события французской революции, ее первого этапа – и выборы в Генеральные Штаты, и парламентская борьба, борьба в национальной ассамблее между сословиями, ожесточенная борьба вокруг этой борьбы между тремя сословиями. В основном и сконцентрировано все действие в пьесе. Есть и принятие Декларации о правах человека, и взятие Бастилии, и борьба с королем за ратификацию законов, принятых в национальной ассамблее, и постепенная потеря Людовика, Людовиком XVI власти. То есть в пьесе прочерчены все основные вехи этого грандиозного исторического перелома XVIII века, но при этом она написана так, что у зрителя возникает ощущение, что это происходит здесь и сейчас, и это происходит все с ним и при его непосредственном участии. В этом состоит основной трюк и очень мощный эффект этой пьесы. Как же Памра добивается этого? В пьесе нет ни одного исторического имени, кроме имени Людовика XVI. Даже королева, называется в пьесе просто королева, а не Мария Антуанетта, за определенными действующими лицами очень легко угадать исторические прототипы. Например, за премьер-министром, который в пьесе зовется Мюллер, легко угадать Некера, также Маркиз де Лафайетт, Мирабо или председатель национальной ассамблеи, а затем мэр Парижа Баи. Все они угадываются, но все переименованы, и Робеспьер, по крайней мере, один из главных действующих персонажей пьесы, левый радикал, ярый противник короля, призначащий пламенные речи на собраниях ассамблеи, он не просто переименован, а он превращен в женщину, зовут ее Мадам Лефран. Вот, значит, Робеспьер, фигура Робеспьера угадывается за персонажем Мадам Лефран. Ну и также в одном из персонажей, уже ближе к финалу, легко угадать Марата. Это редактор радикальной газеты, где печатаются списки врагов революции, газеты, призывающие к расправам над членами промонархической консервативной фракции Национальной ассамблеи. Угадывается, конечно же, Марат, хотя имя в пьесе изменено. Кроме игры с именами, в пьесе Желеп Помра все говорят современным, сегодняшним языком. Это нейтральный язык, он никак не окрашен, в нем нет никакого следа ни архаизмов, ни различия по социальным стратам. И король, и простые люди из толпы, и депутаты, и солдаты. Все не только говорят сегодняшним языком, но и мыслят сегодняшними понятиями. Они в пьесе неоднократно звучат такие слова, как «я ничуть не комплексую» или «я нервно истощен», «король хороший парень, который не любит насилие». «Они недостаточно мотивированы, чтобы стрелять по своим». То есть все те выражения, которыми пользуемся, и те понятия, те чувства, которыми мы пользуемся сегодня. Есть в пьесе и другие приметы нашего времени, они очень ненавязчивы. В пьесе проскальзывают упоминания о том, например, что вот король сейчас согласует с технической службой установку микрофона. Или уже в финале в Версале вдруг приходит секретарь Людовика и говорит королю, «Вам звонит папа римский». Вот такие вот приметы сегодняшнего времени. Он рассеянный намеками вскользь, без акцентов. Ну и, конечно, никаких париков, никаких ливрей. Все персонажи одеты в нейтральные деловые костюмы, галстуки. И, кроме всего прочего, действие происходит не только на сцене. Персонажи сидят и среди зрителей. Они рассеяны в толпе зрителей, и во время дебатов возникает ощущение присутствия на этих дебатах. По собственному выражению Помра он ищет в прошлом то, что он называет это настоящее прошлого. То, что в прошлом актуальны и сегодня, в сегодняшней политической ситуации, в сегодняшней борьбе за власть. Например, умение ясно видеть реальность, а не уплывать от нее на волне слов, фраз, речей. Умение быстро ориентироваться в реальности, такой, какая она есть, а не такой, какой хотелось бы, чтобы она была. Людовик XVI терпит крах не только потому, что безволен и слаб, а просто потому, что он постепенно теряет связь с реальностью, не способен видеть ее. Власть уходит из его рук, а он продолжает думать, что он по-прежнему контролирует страну. Очень много выражений в пьесе, очень много словосочетаний выражений такого рода. Откройте глаза, проснитесь, посмотрите в лицо происходящему. В одной из сцен премьер-министр призывает короля увидеть реальность. И тогда сестра короля резко отвечает ему, это ваша реальность, не хочу ничего знать о ней. В то же время многие сцены, едва ли не все сцены устроены так, что угол зрения на происходящее событие переворачивается несколько раз. И всякий новый взгляд очень убедителен, должен быть убедителен для зрителя. Зритель очень активно вовлечен в спектакль, вынужден постоянно думать, постоянно выбирать между позициями, соглашаться с пламенной речью очередного оратора, и в то же время он понимает, что только что ему говорили нечто полностью противоположное. Он должен уметь сопротивляться вот этой вот пламенной силе слов, убедительности чужой позиции. Конечно, это еще и пьеса о власти слова над человеком, о политтехнологиях, о демагогии, о использовании слова в своих целях, свойственной политикам. Ясно, что это актуально везде и всегда. И особую роль в пьесе играют женщины. Женщины часто оказываются прозорливее, трезвее в оценках, дальновиднее, смелее, радикальнее мужчин. То, что Робеспьер превращен в мадам Лефран, не случайно, конечно. Женщины, в принципе, по природе своей тревожны. Они боятся нового, но и более открыты новому. Тогда как мужчины склонны больше верить в уже существующие восстановления, в законы, уповать на возвращение порядка, склонны верить в торжество некого рационального начала. Но ведь в ситуации, когда всякий порядок сметен, а в первые месяцы революции еще нету нового порядка, а старый уже сломан. И именно эта меняющаяся, неподконтрольная ничему историческая стихия и интересна драматургу. Так вот, когда порядок сметен, нужно уметь быстро перестраиваться, быстро реагировать, держать нос по ветру. Это-то как раз и получается у женщин гораздо лучше, чем у мужчин. И в этом смысле, конечно, можно сказать, что в какой-то степени это и феминистская пьеса. В 2016 году спектакль Жоэля Помраа был удостоен высшей театральной награды Франции премии Мольер, аналога нашей «Золотой маски». В том же конкурсе она выиграла как лучшая пьеса года, в номинации «Лучшая пьеса года». Спектакль гастролировал по Франции и по всему миру вплоть до 2019 года. И неожиданно под воздействием политической, меняющейся политической повестки становился только лишь более и более актуален. Например, вот всплеск народных волнений во Франции, акции «Желтых жилетов» очень срезонировали с пьесой о французской революции. Например, вот вопрос, представляют ли на самом деле избранные народом депутаты этот самый народ? Вот он обрел невероятную остроту. В пьесе кто-то из толпы выкрикивает депутату «Вы нас не представляете, вы больше нас не представляете». То же самое во время акции «Желтых жилетов» говорили и представители вот этой толпы. Но что и говорить, вот в нашем политическом контексте всерьез обсуждать этот вопрос довольно затруднительно. В финале Людовик XVI, который к тому моменту уже совсем живет под собой, не чуя страны, утешает своих подданных. Все наладится, порядок вернется, дело пойдет. И в этом выражении, которое употребляет Жоэль Помра, в этом большая содержится ирония авторская, потому что «Са ира» – это знаменитая революционная песня, возникшая в 1790 году, песня, которая до появления Марсельеза служила гимном французской революции. И слова там такие «Са ира» – «Лез аристократ а ла лантерна». То есть дело пойдет, мы повесим аристократов на фонарях. Вот так говорит Людовик XVI в финале, успокаивая своих подданных, свой ближний круг «Са ира». Но мы-то знаем, как пошло это дело и чем оно окончилось для французской монархии.